всем привет с вами снова маша смолот и сегодня у нас заключительная часть сегодня я решила сравнить два дерева это будет дуб и клён обрабатывать буду одинаково их и заодно смогу проследить разницу в обработке что обрабатывается лучше легче что скалывается в общем посмотрим в процессе начнем мы пожалуй с клёна черпал я буду выбирать сверлами фоснера разного диаметра это значительно увеличить скорость и продуктивность теперь перехожу к дубу и сравниваю по ощущениям дуб более колкий поэтому даже стружка по-другому выглядит но все-таки свержится легче чем клён а выклю карзы и очевидно легче резать дуб хотела купить хороших пилок для лобзик но были только эти пилки ну на безрыбье рак рыба пришлось брать попробуем перед конечно лучше но все равно пилка уходит вторая пилка мне понравилась больше ура я справилась но это было очень нелегко переходим к дубу если сравнивать то дуб я намного быстрее вырезала чем клён и он действительно легче ну и пока я обрабатываю кленовую ложку на станке я расскажу несколько интересных фактов о клене из его древесины изготавливают кварнеты и флейты у клена тяжелая и плотная древесина крепкая и твердая умеренно усыхая она мало разбухает и коробится раскалывается клён с большим трудом в древнем новгороде клён был излюбленным материалом мастеров изготавливающих ложки ковши резные и точеные сосуды из него же изготавливали весла рукояти ножей подшипники и другие ответственные детали простейших машин такое широкое применение клёна не случайно клён хорошо обрабатывается режущими инструментами на древесине можно делать очень тонкие порезки причем срезы получаются четкими чистыми и гладкими с мягким с мягким глянцевым блеском благодаря плотности и равномерном строении древесины порезки на клёне практически можно делать любом направлении почти не опасаясь сколов художники графики используют древесину клёна в ксилографии это гравюра на дереве вот так заодно сразу расскажу и про дуб а немного другая история дубовые доски незаменимы для изготовления бочек в которых выдерживается лучше сорта винт бренди виски и коньяка коньячные спирты созревают только в присутствии дубовой древесины экстрагирование ароматических веществ содержащихся в ней во многом формирует вкусовой букет коньяка в процессе выдержки дубельные вещества из древесины переходят в жидкость и придают ей изысканный вкус вот почему весьма важной области применения дуба остается производство бочек и другой бандарной посуды что касается обработки на шлифовальном станке пожалуй одинаково даже я бы сказала дуб чуть получше снимается но в целом они примерно одинаково ну а теперь дело осталось за малым обрабатываем бормашинками в основном я использовал насадки с наждачками разной зернистости опять же между клёном и дубом была ощутимая разница клён снимается труднее чем дуб и так победа достается дубу по всем пункт его обрабатывать легче чем клен да и текстура и честно говоря мне нравится него больше а сейчас я опущу все ложечки в воду после того как ложки высохли я пропитаю их маслом масло специальное для кухонных принадлежностей где-то через дня три-четыре масло впитается я еще немножко полирую водочными насадками для того чтобы придать немного блеска древесине и на этом пожалуй все всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилась серия таких видео дальше будем придумывать что-то еще всем пока 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 Продолжение следует...